Хорошо. Следующий слайд. Да, давайте в следующий слайд. Задача, которая будет здесь рассмотрена, она имеет некую предысторию. Дело в том, что в России не отронов на ядрах было замечено любопытное явление. А именно, зачастую главарское предвижение, например, работает значительно лучше, чем оно могло бы. А в некоторых случаях оно вообще не должно работать, а оно тем не успешно работает. Ну, одна из идей, которая появилась в то время, стала в том, что, скорее всего, происходит некие сокращения эффектов. То есть, нуклон, оказывается, в ядре не должен двигаться, например, то есть он должен быть как бы заморожен. То есть, неадиматические эффекты каким-то образом исчезают. По всей видимости, они компенсируются какими-то другими эффектами. В частности, связанные со сходом с массовой энергетической поверхностью, который, естественно, у Глаубера не учитывается. Вот, давайте следующий слайд. Вот очень хороший пример этому. Есть описание рассеяния антипротонов низких энергий на совокупности ядер. Ну, от углерода там до свинца. То есть, прекрасное описание. Причем, что любопытное. Как бы выполняется первое условие. То есть, конус очень узкий в рассеянии антипротонов, на нуклонах. Поэтому это обеспечивает и канал. А вот все остальное, казалось бы, работать не должно. То есть, мало энергии совсем. И, тем не менее, описание совершенно великолепное. То есть, нет, нуклон не движется, схода с массовой энергетической поверхностью нет. Ну, почему это происходит? Эта задачка, она, в общем-то, была. Ну, вот здесь она очень яркая. Я привел картинки из нашей работы с Кармановым, Володей. Это действительно любопытное описание, которое несколько было неожиданно. Хотя предпосылки к этому были. Давайте следующий слайд. А я правильно понимаю, что под словом неодиабатические эффекты вы имеете в виду эффекты движения нуклонов? Ну, именно так. Они неодиабатанные. То есть, давайте, значит, картина такая, что здесь очень давно еще когда-то вот Володя Карманов на литературе рассказывал некую работу человека по фамилии Робсон. Там тоже нуклоны были заморожены, они находились там в узлах некой решетки и прекрасно описывали о селе нуклонов на ядрах. Здесь картина такая же. То есть, нуклон выглядит замороженным. То есть, нет никакого движения нуклонов в ядре. Оно должно быть, но его нет. Это первое. Ну и второе. Все амплитуды, они находятся на массовой поверхности. Вот так. Мы довольно любопытны. Внешне, во всяком случае. Ну, самый простой подход к этому у нас в следующих работах был, когда мы рассмотрели специальный эффект, а именно аннигиляцию антипротонов на диетерии. В качестве мишени был именно диетрон. Ну, с одной стороны, диетрон – это простейшая ядерная система. Ну, с другой стороны, мы очень много знаем о том, как антипротоны взаимодействуют с нуклонами. Ну и что очень важно, что в конечном… Мы имеем пару Е+, Е-. То есть, это электромагнитный процесс, который явно выделен здесь. Если мы посмотрим на полюсную диаграмму, которая первая, ну первое, что приходит в голову. Этот диетрон антипротон аннигилируется на протоне и рождает пару Е+, Е-. Ну и, вообще говоря, у вас есть нейтрон, как спектатор. Вы можете варьировать кинематическую область, в которой наблюдается нейтрон, то есть импульс, энергию. Ну и тем самым менять массу вот этой системы. Ну и, в частности, вот эта система Е+, Е- может оказаться под порогом ННС. То есть, вы можете увидеть процессы, которые происходят при рождении пары Е+, Е- при массе меньше, чем две нуклонные массы. Ну, в этом случае очевидно, что амплитуда вот этого процесса, это будет некая волновая функция, отвечающая нейтрону, на вот эту вершину, которая сортируется на антирацию ПНТП в пару Е+, Е-. И эта вершина, то есть вот эта амплитуда, должна зависеть от массы системы Е+, Е-. В том числе, вот эта масса, она может находиться и под порогом за счет того, что энергия и импульс забираются нейтроном спектатора. Давайте следующий слайд. А можно спросить в этом месте коротко? Да. Вот на пороге, вот форфакторы должны сравниваться, вообще говоря, электрически-магнитные. А спрейсвайк, они совсем разные приходят со спрейсвайк. Вот где они у вас, вы можете проследить, где в этом сером промежутке, который, вообще говоря, иначе не исследован, где они стремятся к сравниванию? Они на порог должны одинаковые прийти? Они на пороге, они будут одинаковые, и будет видна область, в которой мы рассматриваем выше порога и нише порога, то есть порядка 100 МФ на С, на самом деле. То есть это область очень близкая к порогу. Дальше будет определение того, что такое электрический магнитный форм-фактор, почему они равны на пороге, и вводится единый форм-фактор, который описывает электромагнитный форм-фактор, который описывает вот эту вершину, на самом деле. Еще пару слайдов, хорошо? Так, значит, картинка такая. Мы смотрим на эту амплитуду. На самом деле мы считаем, что имеется взаимодействие ядерное протон-антипротон на больших энергиях, и имеется некая амплитуда переходов в фотон, которая в этом диапазоне, можно считать, константой. Она описывается особенностями, лежащими очень далеко от порога. На пороге мы явно учитываем взаимодействие антипротона и антипротона. Ну, к чему это приводит? Ну, вот эта амплитуда общая, она должна соответствовать волновой функции, зависящей от массы Е плюс Е минус, вот на эту константу гамма нулевая. Вот пока вот из этого мы исходим. Причем U – это как раз энергия в системе Е плюс Е минус, и она может принимать два значения – и положительное, и отрицательное по отношению к двумноуклонным массам. Следующий слайд. Так, что такое электромагнитный форм-фактор? Я напомню, что ток может быть записан действительно с помощью двух форм-факторов F1 и F2, то есть вектор и тензор. Электрический форм-фактор обычно принимает вот такую форму, он имеет магнитный следующую форму. Ну и учитывая, что на пороге, там, где квадрат переменится, 4 импульса равен 4M квадрат, эти форм-факторы сравниваются, и вводится единый форм-фактор, вот большой буквой G он обозначен здесь, этот форм-фактор и описывает поведение сечения PNTP в Е плюс Е минус вблизи порога. То есть вот вблизи порога означает плюс-минус 100 МФ на С. Вот этот форм-фактор и соответствует на самом деле переходу пара PNTP в Е плюс Е минус. Так, следующий слайд. Что касается взаимодействия, ну что касается вообще электромагнитного фру-фактора. Ну, с одной стороны, есть пространственная подобная область, это рассеяние электронов на протонах. Эта область прекрасно описывается в модели векторной доминантости. Ну, здесь картинка, которая явно об этом говорит. Имеется временеподобная область, это анекреационная область, ну видно, что ВДМ, вот это отвечает ВДМ. Не только не описывает вообще ничего общего, не имея с поведением форм-фактора в этой области. И имеется не физическая область, вот о которой потом мы очень много и долго будем говорить. Ну, ни одна из моделей, которая сейчас существует, вот эта область, в общем, хорошо не описывается. Ну, естественно, кроме той, которую я буду обсуждать. Следующий слайд, можно? Значит, тогда в конце 90-х годов появились очень хорошие данные ЛИРа. Но сейчас, к сожалению, уже ЛИРа нет. Но, тем не менее, данные по поведению форм-фактора вблизи порога, вот данные ЛИРа, они очень хорошо описывали удивительное поведение. То есть форм-фактор резко растет при приближении к порогу. Вы видите, что здесь фактор где-то минимум двойка, на самом деле, по отношению к некой гладкой структуре. Эти данные потом были повторены еще в Италии. Они, в общем, привели к такому же примерно поведению. Следующий слайд, можно? Ну, опять, почему вот такой резкий рост может наблюдаться? Мы посмотрим на взаимодействие протона и антипротона в начальном состоянии. Но если считать, что аннигиляция происходит на малых расстояниях, тогда форм-фактор может быть записан как константа G нулевая на волновые функции в нуле. Ну, обычный стандартный, то, что называется Хангсон-фактор. Он много раз вводился в разных моделей, сахар очень успешно его использовал и так далее. Значит, видно, что вблизи порога вблизи порога ядерное взаимодействие в сильной степени определяет поведение форм-фактора. Ну, когда-то, очень давно, еще в 70-е годы, я вот именно такой вариант и предложил для описания вот такого резкого поведения вблизи порога. Следующий слайд. Можно аналитически получить в это поведение, если вспомнить, что ПСИ в нуле можно выразить через функцию ЙОСТа. Но обычно нуль и функция ЙОСТа отвечают неким состояниям вблизи пороговым. Ну, в данном случае для С-волны просто можно использовать стандартные выражения для функции ЙОСТа. Это дельта от К, это есть комплексная фаза. Ну, и вот этот член, отвечающий следующим разложению по К, то есть К квадрат и дальше. ПСИ в нуле можно записать, как некая экспонента на модуль ПСИ квадрат в нуле. Это есть экспоненты на некую функцию К квадрат. Но при малых К, это и есть длина рассеяния на величину И+. Ну, вот эти вот малые К определяются на самом деле вот этой величиной. Так, следующий можно слайд. Ну, тогда мы получаем, здесь используя простое разложение для форм-фактора, мы получим, что вблизи порога должен быть линейный член и член, зависящий от К во второй степени. Забудем про К квадрат, используем только линейный член, ну и попробуем положить вот очень простое выражение на экспериментальные данные. Но при этом мы используем что мнимая часть, она известна из атомных данных, это примерно 0,8 ферми. Ну и посмотрим, вот как эта простейшая формула согласуется с данными опыта. Можно следующий слайд. Ну, на самом деле, это было сделано еще более красиво, там модель связанных каналов, там и так далее. Ну, по сути, это одно и то же на самом деле. Это было сделано экспертацией в разных работах. Ну, следующий слайд можно. Да, еще была очень хорошая модель вот с Алексеем Воронином, там, где не было подгоночных параметров, то, что было в связанных каналах. Ну, а поведение теоретическое, экспериментальное, оно выглядит примерно так. Вот это извиненная часть, но я немножко отодвинул, чтобы можно было сравнивать. А на самом деле она ложится точно на эту кривую. То есть вот это поведение, оно очень хорошо описывается взаимодействием ПНТП в начальном состоянии. То есть на самом деле просто ядерное взаимодействие и дает такое резкое, неожиданное поведение на самом деле. А форм-фактор вблизи порога. Так, можно следующий слайд? Значит, то, что было сказано, говорит о том, что при приближении к порогу можно, в принципе, можно ожидать появление структур, которые обязаны именно сильным взаимодействием. Ну, посмотрим на то, что вообще происходит в этой массовой области. Значит, они делятся Е плюс и минус в шестипионную систему. Давно было замечено, еще в Арсе, что имеется вот такой глубокий минимум как раз вблизи порога НАТМ. Ну, полное сечение, вот это М6 и дальше на самом деле, ну, реально это шестипионная система, показало, что вблизи порога имеется очень глубокий такой резко выраженный минимум. Это данные Фенича, данные итальянские, данные Новосибирска на ВЭП-3. Они очень хорошо легли вот на эти точки. Ну, у меня не было времени просто изобразить здесь. Это точное поведение того, что наблюдалось у Фенича. Ну, вы видите, что порог здесь, вообще говоря, несколько необычно выглядит. То есть форм-фактор резко растет. Под порогом сразу имеется вот некий минимум, который говорит минимум о том, что где-то здесь имеется какая-то особенность по всей видимости векторной мезонной очередной, которая и приводит к появлению вот такого рода структу. Так, следующий слайд, можно? Ну, это вот, в частности, обсуждалось на семинаре очень давно, если Владимир Александрович Карман это помнит, безусловно, в Клевон-Ферране на семинаре, вот, который вела доктор Фурви. Вейль, так ее нужно произносить. И там обсуждались как раз будущие эксперименты на вот ФЕР. Это накопитель, который до сих пор строится, но будем надеяться, что он будет построен. Накопитель антипротонов и ионов в Дарвштадте. Это ФЕР. ФЕР. Вот. Панда-коллаборейшн, так, коллаборация, которая активно участвует именно вот в этом процессе. Ну и ясно, что интересно будет заглянуть как раз именно вот в эту нефизическую область, то есть заглянуть под порог. А сделать это можно только с помощью ядра. Другого способа здесь как бы не видно. То есть аннигляцию по НТП наблюдать под порогом невозможно. А вот непосредственно аннигляцию в пару Е плюс и минус и продвинуться на ядре, то есть опять-таки использовать нейтронспектатор, чтобы посмотреть, как ведет себя эта пара под порогом. Это, казалось бы, сделать очень просто. Следующий слайд можно? Ну и, казалось бы, так сказать, сделать просто, если думать о том, что учитывается только плюсная диаграмма. Ну вот мы изначально исходили из этого, потом довольно быстро увидели, что плюсная диаграмма ничего хорошего здесь не дает. А вот рассмотрение перерассеяния. Следующий слайд можно? Так, ну это, правда, еще раз он касается плюсной диаграммы. То есть в этом случае та переменная, по которой мы можем идти, это переменная У, то есть это как раз та самая энергия системы по НТП относительно двух наклонных масс, которая просто из условий кинематики получена. Она может быть и больше нуля, и меньше нуля, но это на самом деле вот та картинка, которая уже обсуждалась. Можно следующую картинку. Ну и вот здесь как раз мы и пришли к довольно простому выводу о том, что помимо полюстной диаграммы надо учитывать весь ряд диаграмм. Ну, изначально оказалась задача очень трудной, потому что насуммировать ряд, это сами понимаете, что это такое. Но тем не менее простые выражения для аналитетических диаграмм позволили это сделать, и результативно получился очень забавный вывод, что вообще говоря, если просуммировать весь ряд диаграмм, то зависимость оказывается такая, что вместо вот этой энергии, которая должна быть очевидной, на самом деле присутствует совершенно другой параметр, вот он здесь приведён. И этот параметр, от которого зависит на самом деле логовая функция и так далее, он принимает только положительные значения. То есть мы уходим под порог, казалось бы, энергия должна быть отрицательной, а аргумент только положительный. Возникает такой своеобразный эффект отражения. То есть подпороговые особенности, они могут дублировать надпороговые особенности. Ну, это необычная вещь, учитывая, что под порогом, как я уже говорил, наблюдаются независимо, в общем-то, особенности, которые без рассмотрения вот такого подхода, ясное дело, что рассматривать нельзя. То есть есть способы выделения полисной диаграммы, ну, известны, скажем, критерии Треймана и Янга и так далее. Но здесь, в данном случае, это сделать невозможно. Поэтому вот такой подход, когда нужно рассмотреть весь ряд. Ну, а суммированные ряды, естественно, здесь может быть только в одном случае. Это рассмотрение точных уравнений, а именно уравнений Фадеева. Ну, здесь Владимир Александрович написал, интересно проверить численно. На самом деле, вот вторая часть, это как раз касается именно его работы вместе с Катейем Куприяновой. Но здесь не просто интересно, а это качественно новый подход. Вообще к рассмотрению вот такого рода процессов в ядрах. То есть нельзя рассматривать только полисную диаграмму, как казалось бы, а нужно действительно рассматривать весь ряд, и мы приходим к очень любопытному выводу, который в данном случае уже будет подтвержден количественно. Если в наших работах предварительно это были полуколичественные наблюдения, и точность была 20-30%, на большие мрачи тут не могли, то здесь это точно решение ранее трехчатительных задачей, и, конечно, этот результат будет крайне интересен. Так, спасибо, вот то, что я рассказал в той части, которая как бы относилась к поведению некому. Спасибо, Леонид Ильич. Передаю ваше право пользования Владимиру Истарковичу. Да, если... По ходу возникнут. Владимир Истаркович, можете... Могу продолжить, да? Да, можете продолжить. Хорошо, спасибо. Значит, дайте, позвольте мне суммировать, значит, в этой работе, о которой говорил Олег Дмитриевич, которая была опубликована 40 лет назад, сначала «Ведерной физики», это была работа Далькарова и Ксензова, затем, это 81-й год, а потом в 83-м году была работа Далькарова, Колыбасова и Ксензова. Это было приведено на слайде предыдущего. Да, хорошо, значит, и они получили, что сумма всего бесконечного ряда диаграмм с перерассеянием антипротона внутри диэтрона сводится к импульсному приближению, но со сдвинутым аргументом. Как-то это кажется контринтуитивным, но такой был результат. И этот результат был получен аналитически, и тогда не было возможности проверить его численно, потому что для этого надо было решить уравнение Фадеева, их реально численно стали решать в начале 90-х годов. Так вот, мы, конечно, теперь эти уравнения решили и повторили этот расчет только уже численно, без аналитических выводов, и посмотрим, и сравним то, что мы хотим сделать. Мы хотим сравнить решение уравнения Фадеева, которое позволит нам тоже вычтить амплитуду реакции антипротон-диэтрон в Е+, Е- и нейтрон. Вот решение, эта амплитуда получена с помощью решения уравнения Фадеева, будет сравниваться с той амплитудой, которая была получена в работе, о которой говорил Ладьяк Дмитриевич. И посмотрим, что получится. Я не буду сбегать вперед. Я фактически повторяю предыдущую формулу, но только разница в том, что в этой работе, о которой говорил Ладьяк Дмитриевич, там были учительны все партициальные волны фактически. Мы же будем решать уравнения Фадеева для простоты только для S-волны. Поэтому сравнивать мы должны наши решения для S-волны с S-волновым вкладом в те амплитуды, которые были приведены. Вот эти формулы здесь и показывают. Просто усреднение по углу между налетающим антипротоном и вылетающим нейтроном в амплитуде этой реакции. Это, так сказать, мы просто берем S-волну от той амплитуды, которая была найдена ранее. И вот далее переходим к расчету этой амплитуды в рамках уравнения Фадеева. Моя часть, то, что я буду объяснять, будет состоять из двух пунктов. Во-первых, как вычтить эту амплитуду, зная волновую функцию системы антипротон-протон-нейтрон, и затем, как найти эту волновую функцию. Значит, я обращусь к той формуле, которая уже была показана. Вот она. Для аннигиляции... Хороший обращение. Слышь, можно сразу по ходу вопрос? Конечно. Когда вы говорите об аннигиляции, здесь речь идет о том, что вы будете учитывать только аннигиляцию в канал Е+, Е- или вообще, так сказать, во все пионы, и во все амплитуды каналы? Нет, только Е+, Е-, потому что именно эта амплитуда была вычислена в работе. Но дурацкий вопрос. На динамику самой волновой функции трехчастичной разве аннигиляция в другие каналы не будет играть роль? Ее можно каким-то образом здесь факторизовать и убрать в сторону? Аннигиляция – это электромагнитное взаимодействие, и оно берется лишь в первом порядке по константиспиазе, по электромагнитному. Нет, эту часть я понимаю. Я имею в виду, вот вы же сейчас будете говорить о том, что вы получаете трехчастичную волновую функцию. Антипротон, протон. Ну, аннигиляция, вот есть у нас трехчастичная функция, а дальше в ней один раз происходит электромагнитное, именно электромагнитное аннигиляция. Это перерассеяние, Росеевич, перерассеяние. Это я все понимаю. А вот мы можем при этом каким-то образом отстраниться от того, что есть все-таки аннигиляция в другие каналы? На самом деле, не в данной формальной задаче, а вот на самом деле, антипротон аннигрирует в основном каналу не в Е+, а в электромагнитном канале. Да, но мы-то рассматриваем именно эту реакцию. Может, это экспериментально сделать. Отсекаете все пионные каналы и смотрите только на уклоны. Безусловно. Ну, окей, хорошо, ладно. Я тогда, может быть, уточню вопрос чуть дальше. Ага, хорошо. Ну, так вот, давайте вернемся сначала к случаю двухчастичной аннигиляции. Это нам поможет перейти к двухчастичному случаю. Значит, эта форма была уже показана. Амплитуда перехода антипротон в протон и плюс и минус дается просто в новой функции вот этого начального антипротон-протонного состояния в непрерывном спектре, умноженная на константу перехода. И все, в нуле. И это можно записать как некий оператор, который содержит дельта-функцию и умноженный на эту волновую функцию непрерывного спектра. Это и дает нам антидут перехода. Ну, понятно, что раз аннигиляция – это одна и та же, что в трехчастичной, что в двухчастичной, что в трехчастичной системе, только системы разные, волновые функции разные, то этот операторный переход будет в той же самой дельта-функции, только теперь ее нужно взять в обкладках между начальным состоянием, которое состоит из трех частиц – антипротон, протон, нитро, и конечным состоянием, которое содержит нитрон вылетающий и, возможно, волновую функцию. Да, и все. Или волновую функцию бариония сначала, если он образуется. И таким образом, для того, чтобы найти эту амплитуду перехода, мы должны взять фактически трехчастичную функцию непрерывного спектра трех частиц и дальше в этой функции взять относительную координаты между антипротоном и протоном, равным нулю. Я хочу сказать, что взаимодействие антипротон-нитрон не учитывается, потому что оно не было учтено в этой первоначальной работе, с которой мы будем сравнивать наш расчет. Там была сделана оценка и было сказано, что учет антипротон-нитронного взаимодействия прилипциально не меняет результаты. Но мы хотим сравнить точь-в-точь то, что было, и то, что мы можем вычтенить по Фадееву. По Фадееву мы, конечно, можем вычтенить и с учетом взаимодействия, но поскольку мы сравним с теми формулами, которые не содержали этого взаимодействия, то мы тоже в наших расчетах по Фадееву не учитываем взаимодействие антипротон-нитрон. Значит, наша задача – найти вот эту трехчастичную волновую функцию х1, у1 – это координаты и куби в трехчастичной системе. Вот нам нужно найти эту трехчастичную функцию, и дальше, зная ее, мы можем найти амплитуду рассеяния численно, амплитуду этого перехода численно. Значит, тогда я перехожу к нахождению волновой функции. Ну, она, естественно, удовлетворяет трехчастичному уравнению Шренингера. И решать мы его будем в координатном пространстве. То есть мы разбиваем эту волновую функцию на сумму трех фадеевских компонентов. Кстати, я хочу заметить, что первоначально оригинальная работа Фадеева относилась к вычислению волновой функции в импульсном пространстве. Это было интегральное уравнение, которое содержало в качестве ядер двухчастичные амплитуды вне массовой поверхности, которые, в свою очередь, находились из уровней Липпена-Швингера, через потенциал. А в кореянном пространстве дело обстоит гораздо проще. Достаточно найти уравнение для этих фадеевских компонент, и дальше эти уравнения содержат только потенциал, никакой большей амплитуды не надо. Значит, мы их записываем через координаты Якоби. То есть вот этот первый компонент зависит от пары координат Якоби, вторая компонента зависит от другой пары координат Якоби, которые друг через друга преобразуются, и третья зависит от третьей пары. Значит, далее, исходя из сравнения Швингера, можно получить систему уравнений для этих трёх фадеевских компонентов. Значит, вот здесь обычные лапластианы, вот для первой компонента, например, потенциал взаимодействия между первой и второй частицей, и дальше в правой части стоит тот же потенциал взаимодействия, но только уже умножены на сумму двух других фадеевских компонентов. И также устроены второе и третье уравнения. Если мы сложим эти три уравнения вместе просто в столбик, то и воспроизведём исходное уравнение Шридингера для трёхчатичной волновой функции. Так. Далее, поскольку мы рассматриваем S-волну, то мы считаем, что каждая фадеевская компонента зависит только от модулей, соответствующих координат ЕКОБИ. И таким образом представляем их в таком виде, делённые на модули координат ЕКОБИ для удобства, чтобы упростить систему уравнений. Дальше вместо трёх компонентов у нас получается две, потому что мы не рассматриваем взаимодействие. Мы пренебрегаем взаимодействием антипротона с нейтроном, поэтому соответствующие третьи компоненты равняются нулю. И тогда для этих двух компонентов из той исходной системы, которую я уже показал, получается система двух уравнений. Причём в правой части стоят интегралы по углу, потому что мы берём С-волну. Раньше, я напомню, были вот эти произведения, а затем мы всё это проектируем. Эти три уравнения мы усреднеем по углу. И вот здесь получается в левой части С-волновая функция, а в правой части интегралы по углу. Вот они как раз здесь и стоят. Таким образом, мы свели задачу к системе двух дифференциально-интегральных уравнений. Значит, вот эти x' и y' – это как раз вторая пара координат Якоби, которая выражена была через первую пару. То есть это модули координат Якоби, между ними входит угол. В модули входит угол между этими координатами Якоби. По нему-то здесь и проинтегрировано. И значит, наша задача – решить теперь систему этих двух дифференциально-интегральных уравнений. Но этих уравнений мало. Для чего вообще вводятся три фадельские коммоненты? Для того, чтобы было удобно в явном виде записать граничные условия в этой задаче. Это очень важно. Вот, например, в нуле эти функции, поскольку они делятся на x и y, на модули, они должны равняться нулю для того, чтобы функция была не сингулярна. Поэтому сами функции эти, хи, они должны в нуле обращаться в нуле. Вот здесь и стоят условия. При x равном нулю и при x равном нулю, они равны, они равны, они равны нулю. Теперь рассмотрим, например, случай только упругого рассеяния антипротона на диетроне. Тогда граничные условия абсолютно очевидны, отвечают обычным механикам практически. То есть это синус, это падающая волна, только в S-волне. И вылетающая, расходящаяся волна обычная, умноженная на амптитуду рассеяния. Только еще умноженная на волновую функцию диетрона. Стручатичная задача. Вот и все. А если мы рассматриваем, значит, перестройкой, когда падает антипротон на диетрон, а вылетает барионий, связанный с состоянием протона и антипротона, плюс нейтрон. Вот тогда на вторую компоненту добавляется вот такое ограниченное условие. Первая компонента, отвечающая, вернее, номером 3 обозначена, отвечающая упругому рассеянию на диетроне, то же самое, падает антипротон и вылетает, тоже антипротон, это манитуда упругого рассеяния. Но еще для другой компоненты есть только расходящаяся волна. Входящей волны нет, нейтрон не падает, нейтрон только вылетает, поэтому есть только расходящаяся волна. А это волновая функция барионий, антипротон, протон. Эти граничные условия нужны, чтобы найти вот эту трехчатичную функцию. Мы ее хотим найти всюду, не только в асимптотике, а при любых значениях координат Якоби. Но чтобы ее найти при любых значениях, нужно записать граничные условия, асимптотические условия. Так вот, те уравнения, которые я показывал, дополняются этими граничными условиями, и решается такая задача – уравнение плюс граничные условия. Значит, и еще мы для простоты рассматриваем энергию такую, чтобы брейкап был невозможен. То есть, чтобы три частицы в конечном состоянии не могли образоваться. Это просто упрощает задачу, это не пеняет принципиально абсолютно ничего, но рассматриваем вот такую кинематическую область. Так, и таким образом я показывал формулу, где амплитуда реакции антипротон-нейтрон и приходит е плюс и минус нейтрон, выражалась через трехчатичную волную функцию. Теперь наша трехчатичная волная функция выражается через эти две фадетские компоненты. Вот это та самая дельта-функция, которая обеспечивает аннигиляцию при малом относительной координате антипротона и протона. Значит, мы в ту формулу подставляем наше решение, и затем после простых преобразований получаем вот такую простую формулу. Владимир Анатольевич, снова здесь с турецким вопросом. Когда вы потенциал в трехчатичных уравнениях рассматриваете от X, антипротон-протонный потенциал, он содержит какую-то мнимую часть еще дополнительную? Нет, только упругая часть, конечно же. И вообще, потом это Екатерина Александровна скажет, я думаю, мы не собираемся сравнивать с экспериментами эти формулы. Мы хотим проверить... Я понял, да. Вы посмотрите... Поэтому нам не важно, какой потенциал. Понятие, откуда такое взялось, что импульсное приближение работает по таким интересным образом. Да, это я понял. Ну вот, собственно, значит, нам нужно теперь найти вот эти трехчатичные, вот эти трехчатичные, да, фадеевские компоненты и вычислить эту амплитуду с помощью них и сравнить с тем, что показывал Олег Дмитриевич. Ну, дальше Екатерина Александровна расскажет, как эти компоненты, как уравнения фадеева были решены и что получилось из сравнения этой формулы с той аналитической формулой, которую показывал Олег Дмитриевич. Спасибо. Я, кажется, закончу. Передал права Екатерине. Перехожу дальше, да. Ну, в общем, было получено численное решение уравнения фадеева и дальше хотелось бы проверить правильность уже найденного численного решения. Для этого выполнялась проверка условий унитарности. Из численного решения была найдена его асимптотика и, в частности, амплитуда упругого рассеяния и амплитуда перестройки. Для этих амплитудов должно выполняться условие унитарности и оно выглядит по-разному. Для случая, когда имеет место только упругое рассеяние, тогда это условие стоит в том, что фаза рассеяния должна быть действительно величиной и вот как раз приведено соотношение слева в этой ситуации. А для случая, когда взаимодействие протона-антипротона он достаточно сильный для того, чтобы уже открылся канал перестройки, условие унитарности приобретает вид как справа. И мы можем видеть из этого слайда, из таблиц, что для обоих случаев при разных значениях импульса налетающего антипротона условие унитарности выполняется с очень хорошей точностью, что подтверждает правильность найденного численного решения уравнений Фадеева. Значит, здесь снова вспомним, как выглядит амплитуда нашей скомой реакции через трехчастичную волновую функцию непрерывного спектра, которая была найдена с помощью численного решения уравнений Фадеева. Можно сказать, что так как уравнения Фадеева включают в себя все потенциальные взаимодействия, кроме аннигиляции, то численное решение автоматически включает в себя все перерассеяния. Далее вот в формуле, которая была приведена на предыдущем слайде для амплитуды реакции, мы проведем замену полученных численных решений на аналитические выражения для их асимптотик, а также посмотрим, как выглядят вклады в амплитуду от разных каналов. Интересно, что в полученном аналитическом выражении можно увидеть полюс, соответствующий образованию бариония. Он наблюдается при совпадении импульса вылетающего после аннигиляции нейтрона с фиксированным импульсом нейтрона из канала перестройки, который определяется законом сохранения. Также вот такая вот явная замена численных решений их асимптотиками оказывается удобной для вычисления амплитуды, так как позволяет аналитически учесть вклад функции волновой, которая сильно осциллирует на бесконечности. Далее опять возьмем полученное соотношение для амплитуды реакции и в качестве проверки всего нашего подхода предположим, что отсутствует какое-либо взаимодействие между протоном и антипротоном, кроме аннигиляции. Такая ситуация физически отвечает импульсному приближению и действительно вот эта формула для амплитуды реакции приобретает в точности вид как у импульсного приближения из работ Далькарова к Сензову и Колобасову. На этом слайде приведены потенциалы, которые были использованы в наших расчетах, так как нашей целью являлось подтверждение правильности аналитического соотношения с помощью численного решения уравнений Фадеева, то нам нужно было сравнить один способ расчета с другим и не нужно было сравнивать результат с экспериментом, поэтому можно было взять удобные модельные потенциалы. Мы рассмотрели потенциал Хюльтона и экспоненциальный потенциал, для которых известны аналитические выражения для волновых функций связанных состояний и для функций ЙОСТа. Для описания взаимодействия и протона, и нейтрона, и антипротона, и протона мы использовали один и тот же вид потенциала, но с разными значениями параметров. И для обоих этих потенциалов в результате мы получили хорошее совпадение аналитического и численных результатов, что будет показано на слайдах уже с рисунками дальше. Переходим к результатам. Здесь на рисунках представлена искомая амплитуда реакции без учета множителя гамма-ноль как функция импульса вылетающего нейтрона. На этих первых рисунках предполагали, что взаимодействие протона и антипротона настолько слабое, что не образуется связанное состояние в орионии, и мы рассматриваем только упругое рассеяние. С левой приведены в действительной части амплитуды, а справа мнимые. И видно, что на красной кривой нарисован численный расчет через уравнение Фадеева, синий штрихованный кривой аналитические предсказания теории, а зеленая штрихпунктивная кривая отвечает импульсному приближению. И видно, что действительно части амплитуд в точности совпадают. Но это связано с рассмотренной ситуацией, когда взаимодействие протона и антипротона очень слабое. Это, по сути, соответствует импульсному приближению, потому что при таком слабом взаимодействии уже перерасение антипротона на нейтроне перестает играть существенную роль. Ну и все три кривые совпадают. Для мнимых частей мы видим некоторое отличие, но это отличие небольшое. И также можно сказать, что в импульсном приближении мнимая часть амплитуды всегда равна нулю. При этом сами мнимые части где-то в 20 раз меньше, чем действительные части. А предсказанная точность аналитической формулы составляет 30%. И за счет этого, в общем-то, в действительной части воспроизведены с точностью гораздо больше, чем предсказанная. Ну а мнимые несколько теряются на фоне действительных за счет того, что они гораздо меньше, чем величины действительных частей. На следующем слайде уже представлены основные результаты, когда мы осматриваем достаточно сильное взаимодействие между протоном и антипротоном, достаточное для того, чтобы оборудовался барионий с энергией связи 15МФ. Здесь приведены аналогичные рисунки для амплитуды реакции для двух разных потенциалов. Для потенциала Хюльтона и для экспоненциального потенциала. Видно, что действительные части амплитуды очень хорошо совпадают для численного аналитического расчета. А мнимые части, между ними есть некоторые отличия, но оно не выходит за рамки ожидаемой точности. Катя, а поясните, какая кривая, что значит там все-таки не очень? Красная кривая – это численный расчет черезравление Фадеева. Синяя – это предсказание, которое мы хотим. Как раз доказать, что оно верно с помощью численных расчетов. А зеленое… Они просто сливаются. Коллеги, кому не очень хорошо видно, можно включить полноэкранный режим, вот если нажать на… Ну, они сливаются, поэтому здесь… В полноэкранном режиме видно лучше, но сливаются все равно, даже в полноэкранном режиме. Синяя – это кривые, да, они сливаются, они очень хорошо совпадают. Ну, зеленую, видно, она отличается везде. Зеленая – это импульсное приближение, да? Да, зеленая – это импульсное приближение, она действительно… Не должно быть. …везде отличается. Здесь представлено то же самое, что на предыдущем слайде для потенциала Хюльтона, но здесь увеличена область изменения импульса. Это сделано для того, чтобы показать положение полюса, соответствующее образованию, связанное с состоянием протона-антипротона. Ну, вот отсюда можно сделать вывод, что численный расчет через уравнение Фадеева предсказывает то, что можно получить положение полюса через амплитуду нашей реакции. Ну, здесь тоже приведены результаты просто для другой значения энергии связи протона-антипротона, 55 мы их тут рассмотрены, для двух разных значений импульса налетающего антипротона для потенциала Хюльтона. И также действительные части, численные аналитические для амплитуды, они совпадают, а небольшое отличие между мнимыми частями тоже не выходит за рамки предсказанной точности. Ну, и в результате я хотела сказать, что были подтверждены аналитические предсказания статей Далькарова, Колобасова и Ксензова о сокращении необотических эффектов и эффектов схода с массовой поверхности при аннигиляции антипротона на дейтроне с помощью численного решения уравнения Фадеева. Но оказалось, что получить электромагнитный форм-фактор протона во время подобной области под порогом из реакции аннигиляции антипротона на дейтроне в полной мере не удаться, так как, несмотря на то, что фактор гамма-ноль будет зависеть от переданного импульса, значения которого могут уходить под порог, но остальные составляющие амплитуды определяются энергией, которые над порогом везде, за исключением областей в непосредственной близости от связанных в состоянии протона-антипротона, где аналитическая формула не работает. Ну, и также выяснили, что положение связанных в состоянии протона-антипротона может быть найдено из амплитуды реакции аннигиляции антипротона на дейтроне. Спасибо за внимание.